Добрый день, меня зовут Ирина Щучко, эксперт по новостойкам Одессы. Решила снять серию видео для тех, кто не сильно знаком с Одессой, но планирует переехать в наш солнечный город или есть планы инвестировать в доходную недвижимость. Одесса с момента основания это Евросоюз в отдельно взятом городе. Сюда приехали греки и французы, итальянцы и немцы, евреи и украинцы, болгары и турки. Эта гремучая предприимчивая южная семья строила Одессу, добавляя и украшая ее своей родной архитектурой, музыкой и кухней. Сейчас у нас около миллиона жителей и 4 крупных района. Самый известный и востребованный, конечно же, Приморский. Его границы входят исторический центр города, кусочек ближней Молдаванки и сердце пляжно-клубной жизни Аркадия. Жилье в Приморском районе самое дорогое и самое востребованное и, несмотря на все колебания, рынка недвижимости не прекращает расти в цене. Если вы планируете инвестировать, чтобы потом сдавать в аренду, то в центре, особенно в новых домах. Спрос круглый год. Я расскажу про 4 зоны Приморского района. Самое-самое. Первое. Исторический центр. Это для тех, кто не может себя простить, что в 90-х не купил за копейки ничего в центре города. У вас есть возможность наверстать впущенное. Тем более, что плотность памятников архитектуры такова, что в центре практически не возводится новостройки. А еще это идеальный вариант для тех, кто решил обосноваться в Одессе. Итак, клубный дом Пьер. За стеной жил легенда мировой авиации Сережа Уточкин. Он самый первый авиатор, лучший ехтсмен, велосипедист и автогонщик, который съехал на авто с Потемкинской лестницей. Успенский – тершайший переулок, от которого прогулочным шагом 10 минут до Дерибасовской и 7 до рынка привоз. Город строился от порта, поэтому в центре все улицы вытекают из моря или идут параллельно с ним. Башня Чкалов – это исток Большой Арнаутской. Это все и сразу, и престижный центр, чуть дальше от туристов, но намного ближе к морю и парку. А с парками в Одессе не густо. В отличие от типовых современных домов, здесь впечатляющая архитектура в стиле великого Гэтсби Art Deco. Для дерзких и амбициозных. Высота башен позволяет смотреть на море и городу ног, а инфраструктура вообще не выходить из дома. Фонтан Черемухой покрылся, бульвар французский весь цвету. Французский бульвар – самый дорогой, самый престижный и самый красивый уголок Одессы. До революции 1917 года здесь были дачи и усадьбы аристократов, промышленников и градоначальников, а после – всесоюзная санатория. Колесо истории сделало полный оборот – теперь здесь баланс и гармония. Санаторий и ботанический сад, а между ними, на морской стороне – самые шикарные жилые комплексы Одессы. От ультрамодного Кандинский Residence – там такие террасы с панорамным видом на море – до самых дорогих домов Каркашадзе. Это дома ручной работы из красного кирпича, которые распродаются практически без рекламы и покупаются только для себя и только для детей. На французском бульваре есть варианты поймать крупную прибыль, ложившись на старте новой очереди или приобрести себе шикарную летнюю резиденцию. Аркадия – самый модный курорт Одессы, где все пляжи к ночи превращаются в ночные клубы. По крутым фонам Аркадии расположились новостройки. Ее популярности вместе с названием мы обязаны директору бельгийского акционерного общества конных железных дорог Эмилю Камбье. Хитрые бельгийцы в конце 19 века подписали с городской думой контракт на строительство трамвая в Одессе и Эмиль, гуляя по окрестностям города, увидел балку, которая доходит прямо до моря и нет никаких крутых спусков. Туда проложили рейсы почти до песка, а сам директор открыл на новом пляже ресторан с пафосным названием Аркадия – райское место. С его легкой руки одесситы окрестили так весь район. Кстати, этот трамвай номер пять ходит до сих пор. Ну, а мы можем выбрать апартаменты от 30 квадратных метров под посуточную аренду или шикарный пентхаус с панорамным видом на море. Мы предлагаем в Аркадии дома на разных этапах строительства, в том числе изданные от самых надежных и востребованных застройщиков. Они обеспечивают полную безопасность и автономность своих комплексов и домов. Ценность здесь варьируется от 800 до 1500 условных единиц за квадратный метр, а аренда однокомнатной квартиры в сезон стоит порядка 50 долларов в сутки. Наше агентство PrimeDom занимается не только продажей недвижимости, но и управлением. А это значит, что даже находясь в другом городе, можно и нужно инвестировать в курортную недвижимость и гарантированно получать ежемесячную прибыль. Тем более, что Одесса вытянута вдоль моря, а все побережье, разумеется, лучшее место для инвестиций. Приморский район распространяется дальше на юг и после французского бульвара и городских пляжей, после Аркадия, охватывая часть исторического района, который в Одессе называется Фонтан. Фонтан и станции на нем от 1 до 16 тоже связаны с бельгийским обществом конно-железных дорог. На даче и ближний тогда еще пригород ездили не конки, а маленькие правички, правые трамваи. Поэтому не остановки, а станции фонтана. Ближний фонтан – самое любимое и самое востребованное жилье одесситов. Высший шик в 60-70-е. И эта популярность только растет. Здесь меньше туристов, больше местных и море зелени. Здесь самая крутая юридическая академия, престижные школы, приморские рестораны и особый дух профессорских дач. Здесь зарабатывают на перепродажах в долгосрочной аренде или живут в свое удовольствие. Итак, коротко о главном. Приморский район – исторический центр. Море чуть дальше, все достопримечательности в шаговой доступности. От 1200 до 1700 условных единиц за квадратный метр. Французский бульвар – самое дорогое и востребованное с наторным климатом и видом на море. От 900 до 3000 условных единиц. Аркадия – курорт, тусовка, море, пляжи, клубы. От 850 до 1200. Фонтан – респектабельно, спокойно, с видом на море. От 800 до 1500 условных единиц за квадратный метр. Ну, а в Одессе еще три района и каждый со своей историей и своими преимуществами на любой бюджет. До встречи. Ваш эксперт по детской недвижимости Ирина Сичко. Зарабатывайте и отдыхайте. Замчужине у моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова